Аломи Продуксионес представляет В фильме «Буря страстей» По роману Лусии и Руриты Авторы сценария Хорхе Чернов, Сильвана Агирре, Рейнальдо Аренас и другие Художественный редактор Жак Карло Порше Композитор Кристиан Монтое Оператор Джан Карло Пас Продюсер и режиссер Джимми Артеага Исабель, мне пора Нет, Альберта, стой Почему ты так странно себя ведешь? Ты меня все время избегаешь Я? Нет, Исабель Нет, избегаешь Когда мы были в поместье, ты вел себя совершенно по-другому В чем дело? В чем дело? Ты мне нравишься все больше Я влюбляюсь в тебя Нам нельзя быть вместе Ты мне тоже нравишься Исабель, прости, мы не можем быть вместе Почему? Мы оба это чувствуем, мы должны бороться за это Ты помолвлена? Да, я помолвлена с Феликсом Но с нашей первой встречи я все время Думаю только о тебе Прости, Исабель Прости Но почему? Я скажу Феликсу Нет, ты ничего никому не скажешь Ты точно этого хочешь? Да У нас с тобой все равно Ничего не выйдет Маурисия Миранда Тот, что тебя обокрал Где ты его видела? В городе Он разговаривал с Педро С Педро? Ты уверена? Конечно же уверена Он и Педро Давно они знакомы? Не знаю Я хочу знать, что планируют эти негодяи На этот раз он не уйдет Не надо С ними шутки плохи Нет, надо Теперь он меня выслушает Он мне заплатит Все, до последнего сантаво Ты рискуешь, Карлота Умоляю, не надо У меня есть шанс утомстить И я им воспользуюсь Это место подходит для взлетной полосы Здесь самолеты никто не увидит Да, место идеальное Это точно Просматриваются все входы и выходы Ты должен позаботиться, чтобы никто ничего не видел А ты найди пилотов, которые смогут перелететь эти горы Не волнуйся, пилоты отличные В случае катастрофы нас обнаружат Имею в виду В чем дело, Педро? Похоже, ты боишься В любом деле есть доля риска Но чем больше риск, тем больше денег Не надо мне об этом рассказывать Я заработал свое состояние сам И мне плевать, кто стоит на моем пути Я просто хотел... Не говори мне, что я боюсь Запомни Если что-то пойдет не так Я заставлю тебя выложить Все денежки Успокойся Я тебе доверяю Ты тоже должен доверять мне Пока что у нас нет проблем Когда ты возвращаешься? Как можно раньше Скучаешь во жене? По любовнице? Ни то, ни другое У меня дела В следующий раз приезжай с женой У нас будет время Поговорить о взлетной полосе Мы все успеем Я бы с радостью Но Соня женщина особенная Конечно, каждый влюбленный мужчина думает Что его жена особенная Да, ты влюблен Да, сеньор Джулия пришла Да, и опять ушла Черт Куда она ушла? Она уволилась Знаете? Она оставила адрес Вот Вот он Как договаривались? Конечно Извините Почему она ушла? Потому что бриллианты у нее Луиза Вы всегда хорошо относились ко мне Вы любили мою маму Да, любила Меня очень расстроила ее смерть У тебя есть другие родственники? Да, но я жила одна Помогите мне Я честная женщина У вас не будет проблем Дайте мне работу А где ты работала раньше? В кафе Но мне пришлось уйти Извини Я должна поговорить с сеньорой Софией Думаю, она согласится Мне нужна помощь Я знала, что вы поможете Подожди Последнее слово за ней Я ценю вашу помощь Ладно Жди меня здесь Я никуда не уйду Наконец-то он заговорил о свадьбе Подумай только Я рада за тебя, сестренка Я была терпеливой Я спокойно ждала Тогда я так же буду вести себя с Альберто Буду терпеливо ждать По крайней мере, вчера он был очень мил А я глупая думала, что он с Асабель Надеюсь, вы с ним будете счастливы Надеюсь С Альберто ничего нельзя знать наверняка Он очень влюбчивый Завтра он увидит красивую женщину И у нас Снова начнутся проблемы Адриана, ты преувеличиваешь Нет, это правда Ой, я забыла Завтра мы с Хорхей едем в Орекипу Я тебе завидую Это небольшой медовый месяц Да Если хочешь, вы с Альберто можете поехать с нами Я бы с радостью Но Альберто очень занят Он пишет книгу Сестренка, если хочешь Я попрошу Хорхе поговорить с ним И он поедет Нет, лучше не надо Я буду терпеливой Теперь я знаю, как вести себя с мужчинами С семейства Сальдивар Да пусть в мире будет хоть сотня других, Асабель Он мой Наконец-то ты решился? Ну что скажешь Я рад, нам этого не хватало Я тоже рада Надеюсь, мы с твоей будущей женой поладим Как только ты узнаешь, ее поближе Конечно В чем дело? Ты еще спрашиваешь Вы знакомы три года, а я до сих пор ее не видела Не преувеличивай Я не преувеличиваю, знаешь что? Мне кажется, ты что-то скрываешь На выходные мы едем в Арикипу Альберто, вы с Адрианой можете поехать с нами Нет, мне нужно писать К тому же Я не оставлю Вирджинию одну И не с кем будет ссориться Не волнуйся, я не буду скучать Я могу пойти в казино, выпить кофе с подругами Посмотреть футбол Вы с Адрианой можете ехать Нет, просто я не хочу ехать с Адрианой А с кем хочешь? С другой Мой сын настоящий бабник Надеюсь, он не захочет завтра жениться Кого ты ограбила? Не преувеличивай Это лишь пара вещиц Ты взяла деньги у Педро? Ну и что? Ты же мне отказал Не думал, что ты это сделаешь А что мне было делать? На то, что даешь мне ты, особо не разгуляешься Ликоры, вина, виски Тебе не удастся меня разозлить Пойдем ко мне, возьми все это Осторожнее, они дорогие Роса! Не волнуйся, милый Для этого есть слуги Джулия Я сказала сеньоре Софии, что ты честная и работящая девушка Не подведи меня Договорились? Не волнуйтесь, она не будет жаловаться? Надеюсь Значит, я могу остаться? Да, конечно, ты можешь остаться У меня просьба Да Где у вас телефон? Я хочу позвонить тете Смотри и учись Это здесь Стучи Мальчик Мы работаем с Джулией Позови ее Нет, дядя А почему ты не можешь ее позвать? Нет, здесь нет, дядя Какой хороший мальчик Те же глаза Что у тети Правда, милый? Милый парнишка Может, ты позовешь ее, пока я не потерял терпение? Я же сказала, ее здесь нет, дядя Кто мы? Мошенники Алло Тетя Это Джулия Да, помнишь сеньору Луизу? Я у нее Мне нужно тебе многое рассказать Открой дверь, или тебе конец Смотри, как надо обращаться с детьми Сейчас ты увидишь Открывай Ты что, тупой? Мой сын сказал тебе, что она здесь не живет Я хочу знать, где она живет Не твое дело Пойдем Пойдем Да кто ты такая, чтобы запрещать мне заниматься пением? Я твоя мать И я тебе запрещаю Это пустая трата денег Но почему? У тебя совсем нет голоса Даже если ты будешь учиться сто лет, ты не научишься петь Если хочешь знать, другие так не считают Твой отец не хочет давать деньги на твое обучение На твои глупости А мне нужны деньги на поездку Откуда у тебя это? Конечно Дядя Педро Он дает мне то, что не может дать твой отец Интересно, что же он получает взамен? Хотя я знаю Я тоже найду себе старого миллионера, чтобы он исполнял на моей прихоти Ты просто дура Скажи мне, мамочка Что хуже? Спать с мужчиной за деньги? Или жить с человеком, которого не любишь? Не смей так говорить со мной Мерзкая девчонка Вон отсюда Вот что я сделаю с твоей одеждой Не трогай Превращу в клочья Сумасшедшая, убирайся Не трогай меня Идиотка Зараза А где твой отец? Он у себя Пошел вздремнуть Послушай, что с тобой Ты не рад за своего папу? Рад? Просто я все время думаю А Педро Дель Кастиль Боже, не позволяй ему портить тебе жизнь Интересно Чем он зарабатывает на жизнь? Эти мерзавцы всегда хорошо живут Когда умерла твоя мать Педро Дель Кастильо забрал огромное состояние, которое твоя мама получила от родителей Что? Он не только убийца, но еще и вор? Вирджини, я хочу знать все Ладно Лусила сказала Хорхе Что ее родители в своем завещании назвали Педро Дель Кастильо душеприказчиком Лусилы и ее брата Не помню его имя Он разрушил жизнь моей матери и забрал ее деньги Знаешь, я не должна была тебе ничего говорить об этой семье Я убью тебя Я убью тебя Как здесь хорошо Так спокойно Приезжай, когда хочешь Спасибо, Педро Это место надевает на меня воспоминания Много лет назад у меня было дело в этих местах Я знал девчонку по имени Карлота Карлота? Это распространенное имя Анхелес, Карлота Анхелес Она мне нравилась, мы встречались Ничего серьезного с моей стороны Что, ты встречался с этой монашенкой? Ты ее знаешь? Конечно Отец арендует у меня землю А что у тебя с ней было? Как обычно Женщина из маленького городка знакомится с мужчиной из благородной семьи Она в тебя влюбилась? Дело в том, что я обещал на ней жениться Я чуть не женился на ней Помню ее лицо Бедняжка Она думала, что я на ней женюсь Я узнала это лицо Эти жесты Жалкий вор Он жалкий вор Успокойся Не могу Он воспользовался мной Заставил мою семью страдать Я же тебе рассказывала Карлота, прошу тебя Я собираюсь вернуть то, что принадлежит мне, во что в это не стало Что ты будешь делать? Я пойду на ранчо Ты с ума сошла? Тебя туда не пустят Выброси эту мысль из головы Расскажи мне, как попасть туда, прошу тебя Я? Ты же знаешь, что за всем следит панчо Это ищейка А синьор Педро Ладно Но твой отец не должен ничего знать И я тебя предупредила, это опасно Она была наивной Она во всем мне верила Она сказала, что у нее спрятаны деньги, чтобы заплатить за землю Я взял их По-твоему, я вор? Нет Я просто не упустил свой шанс Благодаря тебе я завладел их землей Мы стали партнерами Сами того не подозревая Карлота влюбилась в тебя Забавно А ты ее еще и ограбил Тебе нельзя доверять Перестань Просто этих людей легко обмануть Надеюсь, я не встречусь здесь с ней Я могу поработать твоим телохранителем, если ты ее боишься Ей лучше не высовываться Если она что-нибудь Сделает Мне придется Ее убить Ты сам сказал Что с тобой нельзя играть Нас с тобой свела сама судьба Может нам это отметить? Наш Союз Надеюсь, здесь нет другого тайного общества Или союза Надо разузнать Знаешь, моя жена Из этих мест Я не знал Как ее зовут? Соня Соня Бустаманте Нет, не припоминаю Конечно Она уехала отсюда совсем юной Я не знаю никого с такой фамилией Может ты узнаешь Когда увидишь Я вас познакомлю Не знаю почему Но мне кажется Что вы Подружитесь Сеньора Соня Оставила ключ внутри А мне надо было забрать картины Это займет две секунды Надеюсь Готово? Быстро Я сейчас Вот, возьмите Спасибо Где же эти картины? Я не упущу свои деньги Вот они Меня не так легко Обойти Соня Я нашла Что искала Я не знаю Я не знаю С нашей первой встречи я думаю только о тебе. У нас с тобой всё равно ничего не получится. Ничего. Что такое? Трудное время? В чём дело? Молодого писателя, творческий кризис? Знаю, знаю. Тук-тук-тук. Нет? Нет, это другое. Совсем другое. Я здесь ни при чём. А что случилось? Что ты узнал? Какой-то оживший труп? Не шути с этим. Да ладно, ладно. Ты мой друг, я за тебя переживаю. Вчера у тебя резко изменилось настроение. Что случилось? Потом ты пришёл и сказал, что ты счастлив. Тебе никто не поверил. Как ты сказал, ты любишь Исабель, но Адриана тебе больше подходит. Что ты имел в виду? Произошло нечто такое, что изменило мою жизнь. Что такое, доченька, проблемы? Да так. Ерунда. Я знаю, о чём ты думаешь. Знаешь? О Феликсе. Ты ушла из ресторана, чтобы помочь мальчику. И у вас с Феликсом был разговор. Это сказала Сесилия. Знаешь, я согласен с Феликсом. В этих трущобах очень опасно. Папа, я не могла оставить мальчика. Я сказала Феликсу, что ребёнок в опасности. Мне трудно говорить об этом. Сесилия сказала, что у вас с Феликсом всё не так уж хорошо. Кому же... Я хорошо тебя знаю. Я не понимаю, что у тебя с Альберто. Не могу этого понять. Ты мне не доверяешь? Да нет, конечно, доверяю. Но я не понимаю, о чём ты говоришь. Сесилия большая фантазёрка. Поэтому я и спрашиваю тебя. У нас с Феликсом всё не очень гладко. Я не люблю его, как раньше. Похоже, я никогда его не любила. Не понимаю тебя. Я запуталась. У меня появились сомнения. Феликс настаивает на свадьбе, а я не знаю, что делать. Не спеши, хорошо подумай. А что у тебя с тем парнем? С Альберто... С Альберто мы просто друзья. У нас с ним схожие интересы. Он тоже любит читать. Папа, я прошу тебя об одном. Позволь мне и решать самой. Ладно. Я заговорил об этом, потому что Феликс мне нравится. Понятно. А где мама? Она наверху. Когда я была ребёнком, я была смелее. Папа, мы должны помочь маме. Тогда надо сделать это сегодня, так как она уже планирует поездку. Причём не на свои деньги. Бедная мама. Я рад, что ты едешь с ней. Я просто обязана поехать. Если не хочешь, можешь не ехать. Она тебя не заставит. Я знаю, но я не хочу, чтобы она отменила поездку из-за меня. Я давно не видела её такой счастливой. Не в этом дело. Она всегда делает, что хочет. Что ты хочешь сказать? Слушай. Если ты влюблён в Исабель, и она тоже тебя любит, чего ты ждёшь? Объясни мне. Нет, ты не понимаешь. Конечно. Послушай, я тебя хорошо знаю. Хватит драматизировать. Поверь мне, тебе далеко до Шекспира. Да и вы не Ромао с Джульеттой. Понимаешь? Ты очень серьёзно к этому относишься. Слушай, мы с тобой хорошие друзья, почти братья, но я не могу сказать тебе об этом. Я обещал не встречаться с Исабель. Исабель дель Кастильо. И я сдержу обещание. Ненавижу её, ненавижу, ненавижу. Исабель, я не поеду с тобой в Аракипу. Я не хочу находиться рядом с этой женщиной. Не говори так о нашей матери. Сесилия, она больна. Не надо всё время с ней ссориться. Неужели? Когда она меня ударила, она не показалась мне больной. Я тоже не хотела ехать. Но я считала, ты поедешь. А теперь мне придётся ехать одной. Тогда оставайся. Пусть она едет одна. Я не оставлю маму одну. Она тогда будет пить без остановки. А что она будет делать, если рядом? Будешь ты. Брось, Исабель. Мне тебя жаль. Это будет ужасная поездка. Вы нашли Джулио? По-твоему, мы идиоты? В чём дело? Джулио там не живёт. Она дала мне этот адрес. Она тебе его дала, но она там не живёт. Откуда мне было знать, что она съедет? Если не хочешь проблем, узнаю её адрес. Понял? А где я его узнаю? Это твоё дело. Знаете что? Если он вам нужен, сами его и узнавайте. Мы никому не позволим так разговаривать с собой. Мы крутые. И нам придётся тебя проучить. А что я сделал? Отпустите меня. Сеньор Бинансио! Я вернусь, и ты дашь мне адрес Джулии. Понял. Да, да, да. Вы вернётесь, и я дам вам адрес Джулии. Настоящий. Новый. Идиот. Эй, в чём дело? Что случилось? Ты в порядке? Да, сеньор Бинансио, спасибо. Эти бандиты давно ищут Джулию. Я не знаю, как от них отделаться. Они ищут Джулию. Одного из них, я, кажется, знаю. Они здесь уже были. Конечно. Я видел его в женском туалете. От Джулии всегда одни неприятности. Но если они придут опять, я их убью. Понятно? Идём, сынок. Давай. Ты в порядке, Карлота? Простите, доктор. Я думала о папе и Антонио, а они не пришли на обед. Они поехали что-то купить. Я, как врач, должен знать всё. Спасибо за овец. Всё было очень вкусно. Спасибо за компанию. Спасибо. Я рада, что вам понравилось. Я получил удовольствие, проведя с вами время. К тому же я давно не видел Кристину. Хочу тебя осмотреть. Твоя тётя сказала, что тебе не здоровилось. Она правду сказала? Кристина, расскажи доктору, что с тобой. Ничего, мне уже лучше, доктор. Спасибо. Если что, я готов тебе помочь. Ну, мне пора. Меня ждут пациенты. В такое время? Медицина – это не работа, а призвание, Карлота. Я поеду с вами. Спасибо. Кристина, если тебе понадобится врач или друг, я рядом. Я съезжу туда и вернусь. Об этом знаешь только ты. Герарда, если они позвонят на ранчо? Я скажу Игнасию, чтобы он ничего не говорил. Ты, конечно, сообразительный малый. Но у тебя будут проблемы из-за неё. Нет, этого не будет. Она влюблена в меня. Она согласится. Герарда, пойми, ты рискуешь из-за деревенщины. Я не успокоюсь, пока не сделаю этого. Не, не успокоюсь, Герарда. Это не обязательно. Обязательно? Я ещё не встречал такую чистую женщину. Я должен это сделать. И она легко согласится быть со мной. Мне кажется, ты меня избегаешь. Я поеду, хотя и не хочу. Это ради мамы. Я понимаю, но это не всё. Ты имеешь в виду ресторан? Да, это. Пойми, хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других. Ты оставила мне одного в середине вечера. Извини, ты прав. Но дело было срочное. Это был каприз. Феликс, пойми, я должна была уйти. Конечно, должна. Чтобы помочь мальчику. А теперь ты должна ехать с мамой. А как же я? Пойми, у меня много проблем из-за мамы и Сесилии. А при чём здесь я? Это как-то связано с твоим отношением ко мне? Мне нужно время, чтобы понять, хочу ли я выйти из-за тебя. Прекрасно. Надеюсь, когда ты вернёшься, ты будешь знать ответ. Потому что я уже устал. Устал. Вчера хозяин и сеньор Маурисио сидели допоздна. Когда я уходила, дверь была заперта. Наверное, они уже легли. Но как мне туда попасть? Не знаю, это невозможно. Панчо и его люди следят за всем. Должен быть способ. Нет, Карлотто, забудь об этом. И не подумаю. Я долго страдала из-за Педро Дель Кастильо. Я не собираюсь страдать из-за Маурисио, нет. Карлотто, умоляю. Никому не рассказывай о том, что я тебе сказала. Если хозяин узнает, он убьёт меня. Нет, нет, не волнуйся. Никто ни о чём не узнает. Ранние пташки. Ну как, я тебе нравлюсь? Пойдём завтра в клуб? Нет, у меня много работы. Но на выходных мы обычно ходим в клуб. У меня завтра много дел. Если хочешь, пойдём вечером в театр. Попроси Гектора подождать меня. Ты меня не поцелуешь? А меня? Похоже, он забыл об этой простушке. Мне сейчас очень хорошо. Да, всё уже позади. На меня это волнует. Ревнуешь? Ты шутишь? Я хочу выйти замуж за твоего брата. И мне никто не помешает. Кристина и доктор Эрнандес. Хорошо бы им сблизиться. Они будут красивой парой. У неё ещё есть время. Она полюбит того, кого захочет. Плохая идея. Вспомни, что случилось с тобой, когда ты влюбилась не в того. Я помню. Прости, я не хотела. Но доктор Эрнандес – хорошая партия для Кристины. Если им суждено быть вместе, они будут вместе. Поверь мне. Он будет её боготворить. Розарио, пусть всё идёт своим чередом. Хорошо? Ладно, мне пора идти. У меня много дел. Удачи тебе. Тебе здесь нравится? Да, здесь красиво. Я рада, что мы здесь вдвоём. Местная кухня просто превосходная. Давай поедим, а потом погуляем. Идёт. Боже, Карлота, что ты здесь делаешь? Только не говори, что ты решила здесь жить. Нет, я проходила мимо. Да? Я в этом не уверен. Может и так. Как знать. Зачем ты пришла, Карлота? Ты ищешь Маурисио Миранду или меня? Пусти! Нет! Пусти! Может, ты предпочла бы Маурисио? Отдельный люкс для каждой дамы. Да, сеньор. Должен признаться, я хорошо провёл время. Время в небе быстро пролетело. Добро пожаловать в мою гостиницу. Я иду в свой офис, но позже мы вместе пообедаем. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Спасибо. Я рада быть здесь с тобой. Я рад вашему приезду. Чувствуйте себя как дома. Сеньорита, нам не нужен люкс. Стандартный номер. Я поняла. Бедная Карлота. Влюбилась в Маурисио Миранду, а он обокрал её семью. Конечно, вы подружились. Вы оба воры. Выбирай выражение, милая. А я тебя не боюсь. Ты злишься, потому что я тебя люблю. Ты не умеешь любить. Твой отец хочет выкупить свою долю. Будешь жить со мной, он ничего не будет должен. Лучше я буду жить в лесу, чем с тобой. И скажи это Маурисио Миранде, что он такой же негодяй, как ты. Мне его просто жаль. Не говори так, он успешный бизнесмен. Наверное, потому что ограбил многих людей. Я буду говорить о нём так, как захочу. Похоже, Маурисио сильно тебя задел. Вор! Ты будешь моей, Карлотта. Уж поверь. Ну, как я тебе? Ты очень красивая. Мама. Я хотела попросить тебя не пить за обедом. Ты пила утром. Ты знаешь, что бывает, если смешивать. Не надо говорить мне, что делать. Я сама знаю, что я делаю. Да, мама. Ты видела цветы? Прочла карточку? Желаю хорошо провести время, Маурисио. Надеюсь, мы хорошо проведём время. С любовью, Маурисио. Знаешь, они, наверное, перепутали именно. Это для меня. Да, мама. Пойдём пообедаем. Маурисио нас ждёт. Сегодня я буду развлекаться. Нэнси. Нэнси. Соня, привет. Как дела? Почему ты забрала мои картины? Не делаю из этого проблему. Это важно. Я не хочу, чтобы их видели. Мне нужно было несколько картин, и всё. Это твоя проблема. Я забираю картины. Слушай, твои картины не подписаны. Я не буду называть твоё имя. А мне всё равно. Я не хочу их выставлять. Какая же ты упрямая. Я не могу подвести своих клиентов. А мне на них плевать. А мне нет. И это после всего того, что я для тебя сделала? Я не просила продавать мои картины. Конечно. Когда Маурисио узнает... Исабель, что с тобой? Ты ничего не ешь. Я не голодна. Чего ты хочешь? Потанцевать? Не знаю. Спросите у мамы. Да, можно и потанцевать. Это хорошая идея. Значит, в 10 часов в фойе. Сейчас у меня дела. До встречи. Увидимся. Маурисио такой милый. Настоящий мужчина. Не то, что твой отец. Ты знаешь, я не люблю, когда ты так говоришь об отце. Может, нам пойти спать? Иди спи. А я останусь. Что ты так смотришь? Иди в свою комнату, я остаюсь. Ну же, иди. Иди. Что с ней случилось? У каждого свои проблемы. Я не хочу говорить ни о твоих картинах, ни о твоих проблемах, ни о Нэнси. У нее нет права брать мои картины, Маурисио. Ты понимаешь, что у меня нет времени на эти глупости? Уходи, прошу. Если тебе плохо, вызови врача. Прими что-нибудь, отдохни. Но отстань от меня. Я не понимаю, что ей нужно. Это моя галерея, а она делает, что хочет. Она администратор, Соня. И прекрасно знает свое дело. Ты ничего не смыслишь в делах. Не плачь, прошу тебя. Я не плачу, не плачу. Ты всегда так реагируешь. Маурисио, прошу тебя, помоги мне. Не надо продавать мои картины. Это твоя проблема. Научись внушать людям уважение. А теперь уходи, у меня много дел. Не понимаю, почему я не могу избавиться от этой сумасшедшей. Официант? Да, сеньора. И двойной виски? Конечно. Простите, хотите, я провожу вас в номер? Который час? Десять часов, сеньора. О, боже. Сеньора, пожалуйста, подпишите это. Где? Здесь. А зачем мне это делать, если я владелица гостиницы? Да, но здесь нужна ваша подпись. Я, конечно, не владелица, но скоро ей буду. Здравствуйте. Добрый вечер. Ключи от моего номера. У вас очень красивый город. Лусила? Лусила? Это ты? Что ты здесь делаешь? Кто вы, сеньора? Я вас не знаю. Не прикидывайся. Это ты. Ты меня узнала. Ты узнала меня. Вы меня с кем-то спутали. Нет, это ты, мерзавка. Зачем ты пришла? Зачем ты вернулась? Корхе, не вмешивайся. Это не твое дело. Нет, я попытаюсь их успокоить. Это не твое дело. Это не твое дело. И все fine. Ты экстиль��. Сント